Здравствуйте, уважаемые учащиеся шестого класса! Всех приветствую! Задание номер один для шестого класса для Глеба Латухина и Сусатова Ивана. Именно так теперь начинаются занятия в детской школе искусств номер два. Уроки проходят дистанционно через интернет. Преподаватели записывают для своих воспитанников видеоролики с объяснением нового материала. Ученики в ответ шлют своим педагогам в выполненное задание. Домашние условия не всегда позволяют качественно отработать умения и навыки. Входы тут различные приспособления. Шведская стенка, комод, холодильник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. С 6 апреля детская школа искусств номер два перешла на дистанционное обучение. В коридорах пусто, в учебных классах непривычно тихо. Все дома. По словам директора, педагогический коллектив очень быстро мобилизовался и принял новые условия работы. То, как именно будет проходить обучение, обсуждали долго и тщательно. Заранее подготовили материальную базу и разработали стратегию. Программу сокращать не хотели, так как дети получают предпрофессиональное образование. Поэтому создали трехступенчатую систему контроля. Учитель, который создает группу в интернете, он же выкладывает задания учителей других предметников, которые в данной группе ведут уроки. Это первая ступень. Вторая – рабочие группы, которые возглавляются председателем методических объединений и руководителем структурных подразделений. Они осуществляют первый контроль. Они смотрят процесс обучения. На заключительном этапе процесс дистанционного обучения контролирует администрация школы. Безусловно, такой формат не заменит полноценного общения преподавателей и учеников. Но в условиях самоизоляции это единственная возможность продолжить оттачивать умения, изучать теорию и практиковаться в меру своих сил. Конечно, начав этот процесс обучения, мы увидели, что дети соскучились по занятиям. Потому что занятия искусством – это большая радость. Мы выйдем из этой ситуации более подкованными, более технически грамотными. Мы получим новые знания, которые помогут нам лучше и эффективнее работать. Педагогам за несколько дней пришлось полностью перекроить учебные планы. То, что предназначалось для изучения в аудиториях, не подходило для дистанционного обучения. Самый главный и драгоценный ресурс для нас – это наши люди. Люди творческие. Люди, умеющие нестандартно мыслить. Люди, спокойно относящиеся к вызовам современного общества. В этой связи я хочу поблагодарить педагогический коллектив нашей школы за столь быструю, методичную и очень качественную работу. В детскую школу искусств номер два до введения режима самоизоляции приходили более 600 воспитанников разного возраста. Все они продолжают заниматься творчеством дистанционно. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.